уважаемые друзья добрый вечер господа дамы я понимаю на ваше удивление вот сейчас вместо меня должна быть очаровательная блондинка но сложилась так ситуация что сегодня с вами эти полчаса наверно минут сорок проведу я вот поэтому если есть те кому и надоел информация не интересно то наверное есть смысл как-то скажем так заниматься тем чем вы хотите информация у нас будет касаемо непосредственно работы лидеров структур да и те вопросы которые сегодня с вами должна была рассмотреть и с акцентировать внимание на них и на танжина но мы сегодня с вами пообщаемся на эту тему вот я вижу что у нас ну достаточно большое количество людей география тоже широкой братск рига тверь соседние да сергей крючин вот оренбург город которым я был в детстве в далеком у меня оттуда родом точнее последние годы своей жизни там жила бабушка моя вот как у нас есть омск у нас есть новосибирск есть галина и занапы рад вас видеть вот борис приветствую викинга из навигида привет таллин в общем поговорим с вами со всеми старо оскол галина здравствуйте приветствуем израиль очень все кто сегодня в комнате я рад вас всех видеть данный вебинар тоже записывается я поставил его на запись ну и цель наверное сегодня с вами пообщаться о тех последних новостях которые у нас были да и наверное на как-то наметить план действий то есть моя задача до вас до вести информацию которую попросила мне довести инета она сейчас где-то летит в самолете я так предполагаю где-то в сторону западной европы вот поэтому она не успела на этот вебинар сейчас приветствуем долго в пилс вот итак коллеги все вы знаете да то что у нас ближайшее время будет конференция в городе минске вот и кстати для тех людей я так понимаю что сегодня общаюсь с теми кто является лидерами регионов да поправьте меня если и это не так то есть я так предполагаю что сейчас в комнате находится не просто партнера а лидер региональных структур то есть те кто делает ставку на развитие партнерских структур на создание дохода уже сегодня да то есть те люди которые предпринимают активные действия те люди которые знают для чего они занимаются этим бизнесом вместе с компанией skyway capital вот именно написала нет то есть ирина пришла просто получить информацию но вы знаете сегодня мы будем больше наверно говорить с людьми которые действительно скажем так хотят добиться большого успеха вместе с нашей компании то есть если вы не слушали информацию о компании вообще то лучше наверно прийти на какую-то презентацию будь то живую в вашем городе либо презентацию которая проходит у нас еженедельно да то есть два раза в неделю как многие вошли с марафона ничего не могу сказать по поводу марафона потому что даже не могу предположить что это за марафон для меня марафон это бег протяженностью 40 там по моему два километра 195 метров я знаю что была такая дистанция древней греции бежал один мужик донести очень интересную новость до до греков он ее донес и умер к сожалению но тем не менее все теперь помню что такой марафон вот григорий михалыч а сегодня был марафон обычно скажем так я знаю что те мероприятия которые запланированы компания skyway капитал вы григорий михалыч это вторник и пятница но возможно что-то проводит еще и для своей структуры если он это делает это только только здорово вот если вы там были это хорошо а сегодня не было да так он завтра будет у григория михалыча вебинары проходят 19 часов по москве по вторникам и пятницам но попутно конечно он проводит еще мероприятия сам да вот так если есть какие-то вопросы касаемо проведения конференции касаемо того что каких-то не знаю регистрации там на проживание так далее так далее не стесняйтесь их задать в этом чате да но все это в процессе вот сразу же хочу обратить внимание все ли кто находится сейчас чате знают что нам партнеры часто задают вопрос а где у нас есть региональные представители вот как бы их найти да как бы пообщаться с людьми в моем регионе который проводит там презентации так далее у нас есть подтвержденная информация трины волковой который занимается работой с людьми с региональными лидерами и в принципе те люди которых вы можете найти по этой ссылке просто кликнув по данной ссылке увидеть какие дни они проводят мероприятия дал эти люди там указаны телефоны являются нашими региональными лидерами вот эта табличка которая сейчас вам бросил вы можете себе скопировать разместить в текстовом файле на вашем компьютере да она будет пополняться вот те люди которые сейчас есть они оттуда пропадать не буду просто будет уточняться например по апрелю месяц когда будут какие-то мероприятия да вот но будут добавляться новые соответственно таблица будет расти у нас сейчас активно начинает развиваться целый ряд структур это страны восточной центральной европы западной европы до сразу хочу сделать вообще в конце информации которую я буду давать я покажу и расскажу о том что сейчас хотел вам сказать только что это коллеги все ли из вас знакомы с промо акции которая объявлена с 20 марта до 15 апреля вот если таковы есть кто не знаком да вот поэтому я вас прошел поставить минус в нашем чате а я кратко буду вам рассказывать в чем же суть да вот и что вы можете получить если будете двигаться по этой акции как региональный лидер как человек который будет развивать скажем так товарооборот компания skyway капитал в своем регионе смотрите с 20 марта по 15 апреля у нас запущена промо акция по привлечению инвестиций в наш проект то есть те из вас кто будет строить большую структуру и сделают большой товарооборот а товарооборот вы видите не менее 15 тысяч долларов да вот этот товарооборот включая скажем так объем инвестиций ваш личный и объем инвестиций вашего первого поколения то то что в привязке к маркетинг плану вот вот если вы до 15 апреля создадите товарооборот 15 тысяч долларов и более это товарооборот вашего первого поколения включая ваш ваш личный товарооборот в этом случае должен быть в течение этого промежутка времени не меньше 1000 долларов то есть если вы сами купите акции на 1000 долларов достаточно сделать то чтобы в вашем первом поколении был еще товар оборот не менее 14000 до есть люди которые знаю покупают большие пакеты акций они готовы сами приобрести пакет акций больше чем на 1000 долларов да важно чтобы сумма их личных инвестиций не было более 70 процентов вот от суммы инвестиций первого поколения от 15 тысяч долларов если вы выполняете те условия до итоги будут подводиться до 20 апреля 20 точнее апреля то будет следующая ситуация но важным условием еще вторым это помимо созданного товар оборота присутствовать заказать себе билет на конференцию в минске этот билет стоит 15 долларов региональные лидеры которые выполнят такой товар оборот 15 20 марта по 15 апреля получат 500 долларов бонуса вот на бонусный счет в личном кабинете если вы ну так как обязательным условием следует то что вы должны присутствовать на конференции в минске соответственно вам будет возмещен перелет проезд перемещение на личном транспорте на мероприятие исключается такси который вы знаете заведомо дорого до проживание эконом-классом на территории города минска в течение действий от нашей скажем так двудневной конференции вот эти денежные средства вам будут зачислены акционный счет и на них вы сможете себе приобрести акции компании skyway capital зачисление будет осуществляться после того как конференция закончится и вы предоставите все необходимые документы то есть скан того что вы были на мероприятии скан ваших скажем так расходов и после того как финнадил подтвердит то что действительно это соответствует этим условиям то есть эконом-класс проезд эконом-классом проживания и вы выполнили условия 15 тысяч долларов товарооборот суммарно вашего личных инвестиций первого поколения но ваши личные инвестиции должны быть не меньше 1000 долларов в этот промежуток времени с 20 по 15 апреля если все это будет сделано вы получите вот эти 500 долларов и восстановление на своем акционном счете ваших расходов для дальнейшего приобретения пакетов акций нашей компании так это первое на чем я хотел заострить внимание то есть то что меня просил сделать инета второе важное событие дали бы вторую важная информация которая вторая новость которая хотела вам донести или показать как происходит на сегодняшний день оплата пакетов акций точнее не пакетов акций оплата билетов на конференцию делаю важный акцент смотрите билеты будут продаваться только через личный кабинет то есть там нет ни кассовых аппаратов у нас минске наличка никто деньги привозить не будет то есть вы можете оплатить участие в конференции только по средствам приобретения этих билетов через личный кабинет это раз второе билеты вы должны будете купить если вы планируете поездку в минск не позднее чем четверто апреля после 4 апреля данная возможность приобретение пакетов акций его приобретения билетов на конференцию в минске будет закрыто вот для того чтобы сделать оплату до получить информацию оставить информацию о себе то есть подать заявку на участие, потому что это важно, чтобы вы заполнили форму в личном кабинете. Сотрудники нашего проекта записывают каждый день количество людей, которые подали заявку, количество людей, оплативших данную конференцию. Стоимость билета на 2 дня 15 долларов. Я это уже говорил на предыдущей новости. Вы можете оплатить стоимость билета со своего основного счета, либо с бонусного счета. Если вы строите партнерскую структуру, у вас достаточно средств на бонусном счете. Соответственно, видите, квадратиком выделено. Сначала вы заходите в раздел событий, внизу там написано «Международная конференция». Кликаете. У вас загружается страница, на которой вверху будет баннер о том, что у нас состоится крупная открытая международная конференция, и вам необходимо там быть. И условия, что необходимо сделать для того, чтобы на эту конференцию попасть. Также здесь написано, видите, квадратиком выделена и синяя стрелочка на данном слайде. Если вы будете оплачивать билет на конференцию, все равно вам нужно зайти по этой ссылке, оставить заявку на участие и вписать данные себе. То есть, нужно ли вам, скажем так, трансфер до технопарка, не нужен. То есть, там целая, скажем так, цепочка вопросов, на которые вы оставляете ответы. И те, кто занимается организацией мероприятий, будут понимать, какое количество людей будет принимать участие в них. Смотрите, коллеги, вот кто-то написал, что до 11 числа, у меня информация сегодня, до 4-го, да? Будет ли продление этого, я не могу сказать, но вот еще полтора часа назад я общался с руководством, цифра была 4 апреля. Вот. Я ее хорошо запомнил, у одного одноклассника 4-го числа дня рождения. Итак, вы заходите в раздел «Международная конференция». У вас появляется страничка с описанием, что с 23 по 24 числа будет проходить конференция в Минске. Первый день, кстати, конференция будет проходить на территории экотехнопарка. От железнодорожного вокзала города Минска будет организован выезд. Те, кто приедет на данную конференцию, либо те, кто проживает в Беларуси, либо в Минске, да? То есть, организованно на автобусах. Вам тоже всем нужно подать заявку, кто проживает в Минске. И вас вывезут на территорию экотехнопарка ориентировочно в 10 или в полодиннадцатого. Вот сейчас это уточняется. И до 17.30 это мероприятие будет проходить недалеко от города Марина Горка на территории экотехнопарка. Вот таким вот образом. Потом всех стройно возвращают обратно. Второй день конференции будет проходить в одном из залов в городе Минске. Место уточнится. Опять же, по количеству поданных заявок будет определено, в каком зале это будет проходить. То есть, не зная, какое количество инвесторов приедет, трудно сложить картину о том, сколько же будет людей. Важно еще дополнение, замечание, не знаю, как это можно сказать. Сейчас дорабатывается сервис. Сегодня, возможно, вечером он уже заработает, может, завтра утром. Из своего личного кабинета вы можете купить не один билет. То есть, вы можете приобрести несколько билетов и с собой привести и семью, которая может с вами быть, и людей, которые изъявили желание с вами приехать, но еще не являются инвесторами. Кстати, это важно. Вот те, кто строит партнерские сети, я думаю, со мной согласятся, что на любом крупном мероприятии любой компании, где есть партнерская программа, важно, чтобы были те, кто еще не является нашим партнером. Потому что именно на мероприятиях они видят атмосферу, видят, скажем так, идею. То есть, миссию начинают ощущать. Видят то, что у нас огромное количество инвесторов будет на мероприятия с разных стран мира. Соответственно, они поймут, что это проект международный. То есть, они получат подтверждение социальной значимости всего того, что делается. И если такие люди с вами приедут, очень высока вероятность того, что это будут ваши настоящие активные действующие партнеры. Да, Людмила, спасибо. Есть у нас ссылка, которая ведет нас на ориентировочный список мероприятий. Я тоже хотел сбросить, но спасибо, что вы меня опередили. То есть, мне не надо ничего копировать и вставлять сюда в чат вебинара. Итак, коллеги, это второе важное мероприятие, точнее, важная, скажем так, новость или то, на чем нужно заострить внимание. Обязательно, даже оплачивая, скажем так, покупая себе билет, не забудьте зарегистрироваться вот здесь по ссылочке, выделенной синим цветом. Эти страницы, которые вы сейчас видите на слайде, они у вас есть в личном кабинете у каждого партнера. Запутаться сложно, заблудиться тоже. Итак, следующее, о чем мы с вами должны были поговорить, скажите, вот у нас сейчас более шестидесятков в комнате, есть ли среди вас тех, кто не знаком с информацией о бонусе, который вы можете получить во время, скажем так, работы по партнерской программе либо движения по рассрочке в течение марта месяца. Если таковые есть, не стесняйтесь, поставьте минус, если вы не знаете условия этой акции. Так, Ольга написала минус, хорошо. Так, Валерий Лобанов написал, Галина. Давайте я озвучу, да, то есть смотрите, с 1 марта по 31 марта запущена промо-акция компании Skyway Capital, в течение которых вы можете получить дополнительные подарочные акции компании Skyway Capital. У нас есть 4 пакета, называемый старт, сеньор, стабильность и бизнес. Эти 4 пакета, покупаемые в рассрочку, они уже, скажем так, достаточно устоявшиеся, да, то есть они ни для кого не являются новинкой. Пакет старт подразумевает оплату ежемесячно 25 долларов на протяжении 10 месяцев. Пакет сеньор предполагает оплату ежемесячно 50 долларов, да, на протяжении полугода и блоками там выдается количество акций, суммарно это получается 65 тысяч акций, на пакете старт за все время рассрочки действия 32 с половиной тысячи. Пакет стабильность, 220 тысяч акций вы за 10 месяцев можете получить, если ежемесячно оплачиваете 100 долларов США. И пакет бизнес подразумевает оплату стоимостью 200 долларов ежемесячно на протяжении 9 месяцев. В этом случае вы получаете 540 тысяч акций компании. Так вот, просьба запомнить, да, здесь на слайде не написано, но я озвучу это голосом. Если вы в течение марта месяца оплатите два платежа по рассрочке, два, являясь уже человеком, у которого была рассрочка до марта, например, вы могли купить ее в январе, в феврале, да, в декабре, в ноябре в конце у вас могла быть оформлена рассрочка. То есть, если вы в течение месяца марта делаете два платежа, неважно, на пакете 25 долларов ежемесячно, 50, 100, либо 200, соответственно, вам в подарок будет начислено от 11,5 тысяч акций на минимальном пакете старт до 189 тысяч акций на пакете бизнес к тем, которые уже в рассрочке есть. То есть, если у вас есть рассрочка на 25 долларов ежемесячная и сумма акций в итоге у вас будет 32,5 тысячи, если вы делаете двойной платеж, вы увидите, что у вас изменится информация и вместо 32,5 тысяч акций у вас будет в итоге по окончанию действия рассрочки, когда вы оплатите, 44 тысячи акций. То же самое будет, если вы будете оплачивать двойной платеж, сделаете, если у вас пакет по 50 ежемесячно, то есть вы готовы заплатить 100 долларов, два платежа сделать, вам дополнительно начислят к тем 65 тысячам акций еще 22 600. Если вы по 100 долларов платили и в этом месяце оплатите дважды по 100, то есть 200, то у вас добавится 77 тысяч акций к тому количеству 220 тысяч акций, который у вас был на пакете стабильный. Если вы оплатите 400 долларов, то есть два раза по 200 на пакете бизнес, соответственно, вам добавят 540 акций, которые вы получили по окончании этой рассрочки, 189 тысяч акций. Это что касаемо двойного платежа. Вот я сейчас задаю вопрос коллеге, все, кто в комнате. Все ли поняли, что я произнес? Потому что сейчас я… Так, Галина написала, да, Елена, вопрос к поводу, а если дисконт 1 600 будут добавочные акции. Не важно, какой у вас дисконт, важно, что вы приобретали пакеты акций по рассрочке. Если вы успели их купить с дисконтом 1 600, ну классно, вы выиграли. Потому что будут те, кто успел только купить 1 550, а будут те, кто купил 1 400, да, когда действовали пакеты, они шли по нисходящих новому году. Соответственно, если кто-то купил с тем дисконтом, который был, вот, ему даже речь-то сейчас не идет даже о досрочном погашении вашей рассрочки. Два платежа. Может быть, вам осталось 8 месяцев платить, может быть, 6, может быть, 3. Достаточно сделать два платежа по выбранной вами рассрочке, вам будет начислено от 11 500 до 189 тысяч акций. Вот таким вот образом. Если не приобретали то же самое, вы просто выбираете себе рассрочку, Валерий, там, ну, 25, например, да, потом оплатили вы ее, заходите в личный кабинет, нажимаете «Мои рассрочки», выбираете платить следующий еще раз платеж, да, это за следующий месяц. Кстати, вы следующий месяц сможете не платить в апреле вообще, если примете решение. А может быть, решите потом тоже досрочно погасить. То есть вы делаете два платежа по вновь оформленной вами рассрочки, и вам будет начислено 11 500. Если вы выберете такой пакет, как сеньор, и сделаете тоже два платежа, значит, вам 22 600 будет. Если вы сделаете пакет стабильности, выберете 100 долларов, да, и оплатите 200, вам 77 тысяч добавится к темам 220. Вот таким вот образом. Запись ведется, Оля. Вы знаете, бонусные акции, смотрите, вот Игорь задал вопрос, бонусные акции оформляются отдельным сертификатом или общим, а какая вам разница? Количество акций у вас будет то же самое? Будут у вас два сертификата, либо два в одном суммарно? Да. Я не вижу никаких проблем. Елена, я думаю, что если вы вчера оплатили двойной платеж, или вы один платеж сделали, вы можете заплатить второй, я не могу сказать до минуты, через сколько появится информация о том, что у вас добавляются эти акции. Даже если это произойдет в конце марта месяца, вам это доначислится, я думаю, вы же не расстроитесь, правильно? Так, если платеж сделан не один момент, а просто два раза в месяц. То же самое, Ирина, если платеж сделан в течение марта месяца, да, все это будет действовать. Если вы оплатили весь пакет, да, то есть сделали, получается, несколько покупок, да, несколько раз оплатили за март месяц, я вам сказал, что это может начислено будет в течение нескольких дней, может быть по окончанию марта месяца. Важно, что вы не потеряете эти акции. Поверьте, это отслеживается и так далее. Сергей, не зная, когда будет смена дисконта, почему это вас так волнует? Вот для некоторых почему-то смена дисконта является каким-то отправным моментом, они начинают активнее шевелиться, да, вот. Действуйте сейчас. Вот есть условия, в которых мы живем сегодня. Зачем ждать очередного, скажем так, пряника, либо, скажем, удара под бых, чтобы активно двигаться? Вот. По поводу информации, я так понял, что вы написали, что через 10 дней будет смена дисконта, я не знаю. Нам никто это не сказал здесь, в компании. Если вам кто-то это сказал на каком-то вебинаре, спросите этого человека, вот, кто это написал и, скажем так, заставьте его подписаться под этой информацией, хорошо? Насчет апреля не могу сказать, Юрий, будут ли эти бонусы или нет. Я привык просто работать в том русле, что вот мне довели информацию руководство компании, я сотрудник компании, я ее вам говорю. Вот. И я не люблю предполагать там, что вот с такого-то числа мы перейдем там на седьмой этап. Да, мы на седьмой этап когда-то перейдем, мы никуда от этого не денемся. Но вот говорить, что вот через 10 дней, через 7, не обладая такой информации, я, например, считаю себя, да я считаю невозможно этого делать, это неправильно. Вот и все. Зачем, скажем так, разводить лишний шухер, да, вот как это можно выразиться? Будет информация, нам обязательно доведем. Я думаю, что будет переход на седьмой этап, но нам сообщат минимум за 7 дней, а думаю, там недели за 2, а может быть и за месяц. Поэтому, поверьте мне, мы до вас эту информацию доведем. Итак, коллеги, по поводу бонуса, добавляю вторую часть этой информации. Смотрите, если вы не хотите оплачивать двойной платеж по рассрочке, по любой из них, вам достаточно сделать следующее. Вы даете информацию людям, которые вас окружают и второе условие, что вы приглашаете в течение марта месяца с 1 по 31 марта трех новых партнеров, новых партнеров, не тех, кто был зарегистрирован до марта, да, а именно в марте месяца, которые купили себе любой пакет стоимостью от 25 долларов и выше. Неважно, купят ли они рассрочку, либо купят обычный пакет, да, вот. Какой бы пакет они ни купили, важно, что это будет 3 купленных пакета, причем это может сделать один человек в течение недели, например, трех дней, да, он купил сегодня этот пакет, потом этот, потом этот пакет. Все, есть у вас 3 платежа? А, нет, извиняюсь, подождите, стоп, неправильно. Здесь это действует, вот именно по этому пункту это не действует, то есть именно 3 новых партнера. 3 новых партнера. Это по маркетинг-плану, если один и тот же человек у вас платит, то вам бонус начисляется дополнительно в первом поколении. Здесь обязательно 3 новых партнера, которые платят не меньше 25 долларов в течение марта месяца в вашем первом поколении. Выполняется это условие, соответственно, вам начисляется то же количество акций от 11500 до 189 в зависимости от того пакета акций в рассрочку, который вы приобрели. Понятно то, что я сейчас сказал? Это важно. Да, 3 новых именно. Извините, что да, у меня немножко запутался. Понятно. Так, это важный момент, коллеги, поэтому в принципе данные акции позволяют сделать что. Давайте так рассмотрим буквально за минуту. Первое. Вы поможете нам привлечь большее количество инвестиций. Второе. Вы получите дополнительное вознаграждение от компании. Приятно же это? Да, приятно. Вот. Третье. Вы позволите как минимум трем людям узнать об этой возможности и стать нашими партнерами и еще самим успеть пригласить троих партнеров, получить в подарок эти акции и так далее. Подходите к этому с этой позиции. Вы приглашаете человека сейчас? Он платит эти 25 долларов, например, да? Вот. И приглашает трех новых партнеров. Но условие, что он покупает пакет акций, все-таки в рассрочку. Это касается пакетов рассрочки. И все. Да, Елена, человек может начать привлекать людей, не покупая пакеты самому. Причем, если люди регистрируются, приобретая что-то для себя в первом поколении, до четвертого уровня глубины ему будет начисляться на бонусные счеты на акционные вознаграждения. Так, коллеги, что еще важное, да? Хотелось на что обратить ваше внимание, чтобы вы были в курсе и чтобы вы знали. Долгое время мы говорили о том, что каждый человек, приобретающий пакет акций в компании Skyway Capital, заносится в реестр, основной в реестр держателя, да? Так мы это называем. Так вот, это наконец-то реализовалось. То есть, если вы покупали пакеты акций до 5 ноября, помните, первая передача, скажем так, реестра, там несколько тысяч человек было сделано в ноябре месяце, даже видео было снято, то, соответственно, у вас уже в личном кабинете вот такая картина, которая здесь на слайде. Чтобы увидеть данную картину, необходимо зайти в раздел инвестиций, выбрать пункт «Мои сертификаты», видите, написано, кликнуть мышью. И вы зайдете в тот раздел, в котором отражены все сертификаты, которые вы покупали до сегодняшнего времени. Вот на данном слайде даже видно, да, вот свежий купленный сертификат, еще у него не подписан договор, соответственно, данный сертификат и данная, скажем так, информация о купленных акциях, 20 с лишним тысяч, она не передана в корневую компанию. А вот те сертификаты, которые были куплены ранее, смотрите, что здесь есть, да, то есть там, где вы раньше могли нажать, посмотреть сертификат компании Skyway Capital, если вы сейчас нажмете, у вас откроется картинка, где сертификат будет перечеркнут и будет написано, что все, недействительно. Но у вас есть возможность в правом верхнем углу, видите, заказать выписку из реестра, нажимаете на эту кнопку и у вас на компьютер закачивается файл, в котором написаны номера ваших сертификатов, количество акций, когда это было куплено и оформлено, вот, и за штампиком и подписью Юницкого. Если вам этого достаточно, это хорошо. Но у вас появилась возможность, если таким образом вы занесены в реестр, заказать себе бумажный сертификат, как это было ранее, помните, да, в РСВ можно было заказать бумажный сертификат стоимостью 10 долларов, вы нажимаете на кнопку оплатить доставку сертификата ERSS-H, да, то есть Евразин Рейс Skyway Holding, и у вас высвечивается страница, где вам нужно внести данные, куда это все отправить, вы оплачиваете это дело и данный сертификат, после того, как он будет оформлен, становится доступен здесь и вам приходит на почту. Вот это сейчас важно, то есть запомните, пожалуйста, и скажите своим партнерам, у нас не так много людей, но тем не менее почти одни и те же долгое время задавали вопрос, когда я могу заказать себе сертификат, когда я могу заказать себе сертификат, а где я могу убедиться, что я внесен в реестр компании. Сейчас вы можете в этом убедиться. Мало того, в ближайшее время данная информация и данная возможность появится у тех, кто купил пакеты акций до 10 марта, а после этого будет ежемесячная передача людей из реестра компании Skyway Capital в реестр основной компании. Вот таким вот образом. Поэтому я вас с этим тоже хочу поздравить. Далее, коллеги. Тоже я считаю очень важной информацией, на которую стоит заострить внимание. Это то, что у нас на сегодняшний день, я уже говорил в начале нашего вебинара и, скажем так, чуть не рассказал это в самом начале. Активно развиваются структуры в целом ряде регионов и в целом ряде стран. Страны Европы активно подключились. И сейчас у нас в разделе события, я думаю, большинство из вас знают, есть пункт расписания вебинаров. Так вот, если вы зайдете в раздел события, нажмете кнопочку расписания вебинаров, у вас высветится весь список вебинаров на месяц. Вот такой вот колоночкой, которая изображена здесь. И здесь стрелочками сейчас показаны далеко не все, просто то, что можно было разместить на одной странице, дальше вы сможете пролистать вниз. Вебинары, которые проходят на чешском языке, венгерском языке, эстонском языке и на французском языке у нас в четверг будет вебинар. Вебинар будет, точнее, наверное, не на французском вести ее будет Энета Анжина, ее будут переводить. Но, скажем так, для франко-слышащей и франко-говорящей аудитории. Почему эта информация важна для вас? Потому что у вас могут быть потенциальные партнеры, проживающие на территории стран, на языке которых будут проходить вебинары. Понимаете, о чем я говорю? О чем я сейчас говорю? То есть вы можете пригласить этих людей на вебинары, где им на родном языке донесут информацию о нашем проекте. И таким образом у вас может начать строиться партнерская структура за несколько сотен, за несколько тысяч километров от того места, где вы проживаете. Это тоже очень важно. Поэтому, если у вас есть большая партнерская структура и огромное количество людей из нее не знают, где найти информацию в вебинарах, я вам рекомендую научить этих людей пользоваться личным кабинетом. И, кстати, у нас по средам, и в эту среду в том числе, 17 часов, проходят вебинары на тему, что и где находится в личном кабинете. Поэтому приглашайте своих партнеров. Вы знаете, информацию по вебинарам на английском языке я ее уточню. Слухи доходят, что уже кто-то проводит на английском языке. Пока в нашем расписании в личном кабинете это не отражено. Как только информация подтвердится, мы ее обязательно до вас доведем. Да, на вопрос Галины, то, что если партнер оплатил два взноса, как ему платить потом. Смотрите, если вы делаете по рассрочке два платежа в марте, в апреле он может не платить, потому что у нее будет информация о том, что рассрочка за следующий месяц оплачена. Либо он сможет заплатить в апреле, что, скажем так, даст ему возможность раньше погасить свою рассрочку. Вот и все. Теперь, коллеги, ну, наверное, основную информацию я до вас довел. Хочу сказать следующее. Мероприятия в Минске действительно такие конференции проходят не так часто. У вас будет возможность, скажем так, увидеть лично Анатолий Дорочевич Юницкого, который все два дня будет непосредственно находиться в гуще событий на конференции в Минске. Поговорить с конструкторами возможно, познакомиться с кем-то. Познакомиться с огромным количеством партнеров, проживающих в разных уголках, ну, по крайней мере, европейского континента, там, может быть, даже прилетят люди из других континентов, да. Это важно. У вас будут налажены контакты, и, возможно, благодаря этому после конференции у вас также будет работать партнерская структура в целом ряде уголков мира. Поэтому вы можете приехать сами, да. Проживание, как я вам сказал, эконом-класса и проезд, скажем, плацкарт, он будет оплачиваться. Если вы возьмете в билет себе купе, да, то вам будет оплачено по плацкартному тарифу, я предполагаю, то есть это будет вычищено. И деньги, которые вы затратите на проезд и на проживание в Минске, только это не должен быть полу-люкс, люкс, да, тоже там номера эконом-класса, нормальные, вменяемые номера, не за баснословную цену. Стоимость эта вам будет возвращена в виде пакетов, в виде количества акций на ваш акционный счет, либо в виде денег на акционный счет, на который вы сможете приобрести себе пакеты акций. Вот таким вот образом. В принципе, это вся информация, которую я вам хотел сегодня дать. Вот я не знаю, я не думаю, что намного дольше вам дают информацию по понедельникам инета Ирина. Вот. Да, да, Борис, вы правильно поняли. Любая рассрочка, которая была куплена до этого, касается «Делайте два платежа, и вы получите дополнительный бонус». Все верно. Завтра, кстати, для тех людей, кто развивает партнерские структуры, и это уже региональные лидеры, я думаю, есть такие в чате есть сейчас, да, у нас, точнее, здесь на вебинаре. В 11 часов будет вебинар, который будет проводить Ирина Волкова. То есть, она тоже будет говорить, возможно, об этих вещах, то, что сказал я, плюс она еще добавит информацию, касаемую, конечно, развития регионального бизнеса. То есть, что вам нужно знать, что вам нужно делать, какие условия получения вознаграждений и так далее, так далее, так далее. Рекомендую на этом вебинаре быть. Для тех из вас, кто не ознакомился и, скажем, плавает немножко по партнерке, по новой, которая у нас действует с прошлой недели, да, рекомендую быть на вебинаре завтра в 18 по партнерской программе. Вот. В 19-м вебинаре Мирошниченко Григория Михайловича, где он будет говорить, как строить бизнес. Вы знаете, Светлана, просто насчет «Новосибирска самолет» возможно, но опять же, чтобы это не был билет бизнес-класса, либо чего-то еще. Я вот не берусь утверждать, но раз речь идет о проезде из Новосибирска, я знаю, есть поезд «Новосибирск-Минск» 63-й, но он едет, конечно, там 2,5 суток, да, там, я так предполагаю. И ехать этим поездом не совсем удобно. И я предполагаю, что по цене он будет стоить примерно столько же, сколько самолет возможно. Поэтому, если вам выгодно самолетом, не вопрос. У меня есть возможность, если в конце года брал рассрочку пакет акций при польном погашении данной, взять еще пакет акций за 25, 50, 100 по тому же дисконту. Что ты брал в конце года? Да, Алексей, есть такая возможность, только если вы брали пакет, например, за 50, то пакеты за 25 вам доступны не будут. Анапа. Рассрочки с дисконтом 600 в мартовском бонусе не участвуют. Галина, вот у меня просто информации нет, да, то есть мне сказали, что все рассрочки, которые были куплены, вот, они будут, скажем так, действовать. Поэтому вот эту давайте информацию я уточню. Завтра у Рины Волковой еще мы ее спросим. Мне никакой, скажем так, команды сверху, что какая-либо рассрочка не действует, не было. Поэтому я и сказал, что все рассрочки, которые были куплены, они будут обеспечены вот этим вот бонусом. У вами был приобретен просто пакет 300 тысяч в декабре. Вы знаете, если вы просто купили разовый пакет, то это к рассрочкам же не имеет отношения. Вот. Все, коллеги, у меня на этом, в принципе, вся информация, да, по поводу бонусов к 1,600, вот кто-то пишет еще раз, не будет. Я пока не берусь это утверждать. Кто его знает, возможно, и будет вот. Ну, просто мне этого реально не довели. Руководство сидит вот на втором этаже, и мне ничего не было сказано. Если вы заранее погашаете 1,600, вы можете снова купить с таким же дисконтом. Это правда. Это есть. Если человек едет на машине, то пусть он с самого момента старта собирает чеки за бензин. Я вас сразу хочу прошу не мухлевать, пусть, чтобы это было видно, что он первый раз заправился там, откуда он едет, и по дороге, чтобы он заправлялся. Это тоже будет возвращено. Вот таким вот образом. Да, вот есть, скажем так, правда в том, что пакет 1,600, но поймите правильно, у нас пакет 1,600, разве был только один в начале действия рассрочки? Там же было тоже несколько пакетов. Вот. Все, коллеги, давайте тогда завтра с вами встретимся. Я тоже постараюсь быть на вебинаре, который будет в 11 часов. Геннадий, я ответил, если вы приобрели пакет 300 тысяч акций в декабре, просто заплатили 1000 долларов, да, вот, и у вас рассрочки там нет, то мы говорим о пакетах, которые в рассрочку продаются. Ирина, по поводу информации, какой в чате уточнить? Если есть рассрочка, то я предполагаю, что это будет действовать, потому что все касается рассрочки. О том, что я говорил, да, да я много чего говорил, вот просто понять, о чем говорили. Вы имеете в виду завтра вебинар? Вот. На вебинаре могут быть только те, кому ссылки давала Ирина Волкова. То есть, я нет компетенции выдавать ссылки на вебинар, который будет завтра в 11. Вот таким вот образом. Итак, коллеги, я заканчиваю вебинар. Большое спасибо за внимание. Вот. Поэтому желаю вам хорошего вечера, и завтра. Кого увижу, того мы увидим на вебинаре в 11 часов. И на моих вебинарах, которые будут тоже проходить на этой неделе. До свидания. До новых встреч.